Друзья, у нас сегодня встреча с двукратной чемпионкой мира, с серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Ксенией Перовой. Ксюша, привет! Здравствуйте всем! Ксюша, как ты на самоизоляции? Как проходит твое домашнее пребывание? Что-то ты, может быть, для себя уже открыла новое? Как ты себя там чувствуешь? Да, конечно, самоизоляция дала мне ощутить себя по-настоящему дома. Действительно, прямо дома. И на длительный срок, уже, получается, второй месяц нахожусь дома. И, если честно, признаться, мне очень нравится, потому что самый большой перерыв у меня был, когда я находилась дома, ну, где-то месяц, это когда конец сезона. А так, буквально на недельку мы домой приезжаем, нас отпускают, и я не успеваю побыть с семьей, а тут прямо мы все вместе. Дочка в садик не ходит, круглосуточно мы с ней вместе делаем все, что можно, стреляем дома. Тренируюсь я дома. И у меня есть изолон, ну, как бы на три метра мне хватает, как раз. Дочка подает мне стрелы, тоже стреляет из блока у нее, правда, такой детский. Ух ты, ничего. С присутствием. Просто развлекаемся, как можем. В общем, наслаждаетесь жизнью. Да. Интересно, что вот есть такое расхожее мнение, как будто бы китайский иероглиф «кризис» состоит из двух частей. Первая часть – это опасность, а вторая – возможность. И вот, это не совсем верный перевод, но в данном случае он очень подходит к нашей ситуации. Действительно, у нас появились какие-то новые возможности и самообразование, и развитие, и больше времени посвящать семье, не разрываясь на спорт и остальную жизнь. Сюша, хотела тебе давно рассказать такую штуку. Это был год, наверное, 2011. Мы ехали из Ростова в Таганрог на такси. Тогда еще не было, конечно, никаких «Яндекс.Такси» и прочее. Я где-то в интернете нашла телефон такси. И таксист грузит нам наши чемоданы и говорит, а я Перова знаю, я ее вожу. Да, был у меня такой дяденька. Потом почему-то у меня контакт пропал его, и все. Вот ты знаешь, ты подарил мне наконечник от старинной стрелы. Они, оказывается, занимались металлоискательством. И вот у меня теперь есть наконечник от таксиста, который возит Перова. Я сделаю из него талисман. И как ты думаешь, он будет мне помогать? Ну, я думаю, там должно, там такая энергетика, это древний наконечник. В нее столько вложено, что усилий, труда, если ее представлять в то время. Это сейчас станок запустился, сделалось. Там, наверное, это все посложнее было. Слушай, а ты веришь вообще в то, что какие-то приметы, какие-то талисманы помогают? У тебя есть такие? Ну, на самом деле я очень суеверный человек и верующий человек. Есть, конечно, определенные приметы. Например, я все, конечно, не раскрываю, но так для примера. И действительно, несколько раз уже ловила себя вот на этом. Когда идешь на соревнованиях, например, вот идешь стрелять там в стартовый круг, ну, без разницы. То есть, ну, не пристрелку. Пристрелка – это ничего не значит. Именно когда вот ответственный уже день есть там, либо спарринги, финалы, стартовый круг. И вот идешь, и, например, стоит женщина или мужчина-дворник, подлетая от улицы. И ты, получается, вот идешь прямо рядом с ней, и тебе никуда не деться. То есть, если там только на газон лезть. И я иду, и вот когда она в ноги вот так тебе метнет, так все. Вот это вот прямо капец. А что делать? Я не знаю, что делать. Я еще не придумала подлетать, перепрыгивать, не идти. Кричать, женщина, подождите, как-то неудобно. Скажет, что, иди, я тут как бы... Не прямо, что, знаете, прямо в ноги подумайте, что прямо на ботинке. Нет. Ну, вот, короче, в сторону тебя, когда она вот так вот метет. И бывало такое, даже вот просто из крыльца выходишь, например, с ты подлетаешь. Вот некоторые останавливаются люди, и ты думаешь, спасибо, что ты остановился. Вот действительно, просто может быть то, что я начала на это обращать внимание, таких ситуаций было, ну, штуки три-четыре. И результатов после этого особо не было тут. Это я еще, конечно, связываю с тем, что на подсознание немножечко это откладывается. Ты как бы подумал, такой, ну, все. Ну, стараешься... А какие-то положительные, наоборот, вещи. То есть, ну, понятно, что как бы, да, мы можем расстроиться и сдаться сразу, например, да? А как-то вот именно, чтобы собраться, чтобы вот... Перечеркнуть все, что сейчас идет негативное, а вот на позитив выйти. Как это обычно? Так, собраться. Ну, например, когда у меня очень сложная ситуация, да, там, проигрываю, например, по сетам, если взять стрельбу. Или просто бывает, знаете, наверное, ну, все сейчас поймут, кто стреляет из лука. Бывают просто мысли беспорядочно в голову лезут, и они очень мешают. Это ужасно. Просто ты даже не можешь их контролировать порой. Ты так иногда себе скажешь, так, все, я больше не реагирую на эти мысли, на эти какие-то там свои в голове какие-то летающие настроения. И ты просто такой, все, я не реагирую. И заметишь, что через минуту, через две опять всякая ерунда начинает лезть. Вот в тот момент я просто беру и начинаю петь какую-то песню про себя просто. Нам даже этот момент подсказывал психолог на одном из сборей. Ну, как техника такая, отвлечения. Именно просто песня любая, которая тебе по душе, которая нравится. Можно даже петь, кстати, не очень, которая нравится. Знаете, бывают такие песни, которые заезд в голове, и не может вот из нее выйти вот так ходишь, и поешь как... А ее же помогает просто. Помогает, да, помогает не думать, понимаете? Именно иногда мешают стрелять мысли. Вот, например, ты попал 10-10 и думаешь, так, сейчас надо еще 10 попасть. Или там хотя бы 9, чтобы наверняка, да. Ну и вот это все мешает. А надо думать либо о своей технике выстрела. Никогда не забывать всю технику выстрела. Либо, если не можешь об этом думать, просто петь про себя песню. Для очищения, так скажем. Да, петь песню, чтобы мысли в голову не лезли. То есть, когда ты поешь песню, ты же не можешь там прям рассуждать в голове о чем-то. Просто поешь, можно представить что-нибудь. Ну, так вот, в перерывчик, когда там ждешь, например. Бывает же такое, что судьи задерживаются, а у тебя вот, например, счет 4-4, да. А судьи там что-то с мишенью у кого-то или щит пробивает, и ты стоишь, и не знаешь, что делать. Вот можно попеть про себя. Можно технику подумать. Вот я сейчас. Это ведь дополнительное время для того, чтобы... Извини, что перейдила сейчас, договорю, договорю. Это ведь дополнительное время, чтобы прийти в себя, правда? Когда какая-то задержка в линии, некоторые нервничают. Это время для себя, правильно? Ну, по идее, да. Но мне не нравятся, конечно, такие задержки. Ну, я просто уже привыкла к такому и готова ко всему. Хоть на сколько пусть задержат. Ну, самое главное быть для себя готовым к этим задержкам. Ну, это уже другой разговор, как бы, если сейчас к задержкам возвращаться, к перенесениям. Это очень интересно, на самом деле. Быть вот так вот близко с тобой на связи и получать конкретно от чемпионки какие-то советы ценные, которые потом можно использовать. Это вот дорогого стоит. И так здорово, что мы сегодня все здесь собрались. Вот те люди, которые отложили все свои дела, сейчас это вот наша встреча. Друзья, вы можете задавать свои вопросы в чат. Пожалуйста, пишите. Мы будем их, Ксению, на них смотреть и отвечать. Вот Асун Толкачев сетует на то, чтобы вот как бы не потерять старое, сидя дома. Вот ты не боишься, что у тебя навыки какие-то потеряются? Ну, конечно, они потеряются. Потеряется на стрел, большое количество выстрелов. То есть на воздухе, например, да, выстрелы, которые на 70 метров сделаны. Они же абсолютно отличаются. Ну, сейчас я стреляю на 3 метра, да, дома. Ну, я себя так настраиваю, что я стреляю на 3 метра дома, я хотя бы сейчас не теряю форму свою, вот, ну, именно стрелковую форму. То есть мои мышцы выдерживают силу натяжения моего лука, то есть вот это. Конечно же, нехватка будет большая, когда выйдешь ты на природу уже, да, когда ветерочек гуляет, 70 метров, прицел ходит. И это будет абсолютно другое. Но почему-то, знаете, я думала о том, а может быть всякие, наоборот, негативные вот эти вот штучки, там, погрешности в ошибках, там, какие-то выпуски, левая рука, там, когда на месте не стоит. Может быть, это все как-то, наоборот, отвалится в период этой самоизоляции, и я выйду на 70 метров и буду стрелять, как робот, оттренировавшись на 3 метра столько времени. Ну, как бы, просто главное мыслить, я считаю, позитивно, и думать, что все будет нормально. Выйти, главное, реально с чистой, светлой головой, думая, что вот прямо я вот, да, я на 3 метра стрелял, или лук растягивал, или просто даже отжимался. Может быть, оно и к лучшему. Голову разгрузили. Совершенно верно, абсолютно с тобой согласна. Я тоже стреляю сейчас дома и прям чувствую, как я отлавливаю такие мелочи, на которые раньше. Муж, как раз вы стреляете. Реман, спасибо. Смотри, вот, да, тут тоже в чате вопрос. И давай вот представим, что завтра у тебя ответственный матч. Вот прям жизненно важный. Как ты сегодняшний день проведешь? В тренировке. Сколько ты примерно выстрелов сделаешь? Ну, я буду стрелять по 6 стрел на 70 метров по мишени. И думаю, ну, выстрелов за день, наверное, выстрелов в 250 нужно сделать. То есть перед важным стартом много нельзя стрелять. За день 250 будет вообще достаточно. Друзья, давайте мы будем сейчас выключать свои звуки, чтобы не врываться в эфир. Спасибо. Обычно сколько ты делаешь в день выстрелов? Ну, для сравнения. На сборах у нас где-то, ну, 400-500. Где-то так, 400 где-то, ну, когда как. Вот, дома сейчас я делаю 200 выстрелов. Да, 200 выстрелов. Если меня сейчас не слышит Владимир Николаевич, 200 выстрелов. Владимир Николаевич, сегодня день рождения, кстати. О, надо поздравить обязательно. Я так что-то волновалась перед эфиром, что про все забыла. То есть ты делаешь примерно половину своих выстрелов в день до соревнований. А что ты делаешь еще? Ну, еще, конечно, помимо стрельбы я общаюсь со своими близкими. То есть мое внутреннее состояние, да, эмоционально-психологическое, оно должно быть в очень хорошем уровне, на хорошем уровне. Я не должна ни за что переживать, волноваться. И еще, конечно же, пытаюсь занять себя какой-то, ну, например, книгой. Могу что-нибудь даже посмотреть, там, какую-нибудь литературу именно научную почитать. Может быть, ну, как-то, знаете, так вот, чтобы отвлечься. Именно не думать про завтрашний день стараться. Не думать. Потому что получается так, что ты начинаешь думать, вот завтра я там вот выйду, так сделаю, и это уже будет слишком. Это ты, ну, перегоришь. Называется такое перегорание спортсмена. Ну, могу поиграть в игру какую-нибудь на телефоне. Такую, знаете, которую надолго затягивают, там, какие-нибудь кристаллики пристрелят. Что-то типа такого. Надо вести себя, конечно, обычно. Не надо там ложиться в холодильник и думать, боже, спаси, сохрани, пусть все так и будет. Вроде тренировка прошла гладко, все было хорошо, пусть так останется. Такого не надо. Надо быть, главное, самое, уверенным в себе. Вот я много раз замечала, когда ты уверен в себе, тогда и все будет нормально. А вот непосредственно перед спаррингом София спрашивает, как правильно настроиться? Бывает же такое, что вот вышел, и вот что-то не идет, вот что-то не так. А что ты делаешь в этот момент? В такие моменты, ну, знаете, вот бывало по-разному. Бывает, действительно не идет, и что ты не пробуешь, просто, ну, никак не получается. Но в основном, конечно, всегда надо биться до конца, до последнего выстрела. Вообще просто, хоть вот как. Ну, и, соответственно, настроиться нужно так, что я буду бороться до конца, что бы ни случилось. Да, и будет, если ты новичок, да, там, как бы, да, естественно, у меня будет волнение. Естественно. Это же, как сказать-то, это никуда не денешь, оно будет всегда. И надо быть к этому волнению готовым. А не так, что ты пришел, такой, думаешь, да, сейчас все я сделаю. И начал волноваться, начало биться сердце, да, там, подскочил пульс. И руки даже могут начать так потеть или трястись. И ты такой, а что это? Надо знать, да, такое может быть. И с этим стреляют. Мы на Олимпиаде, когда стреляли, я вообще ничего не помню, что там было. Я была в таком состоянии, что я ничего не соображала. Я в голове, я понимала, что ничего не соображаю, но в голове я себе говорила только технику. Я вот так вот стреляю, представляла, как я стреляю, ну, технично. Ну, и также вот, когда, чтобы справиться с волнением, нужно просто представлять технику свою. Подумать вообще просто о чем-то хорошем, отвлечься, если тебе сильно прямо стало страшно там, или, ну, сильно тебя затрясло там. Пытаться переключаться и не бояться этого состояния. Волнуются все, даже корейцы, даже хоть кто, я не знаю. Корейцы волнуются. По-любому, конечно, потому что, ну, как не волноваться, у них тоже большая ответственность. Они хоть и хорошо стреляют там, да, у них среднее попадание это 9, там, 9,6, грубо говоря, ну, 9,6. А все равно же волнительно, мы все люди, никто не робот. Поэтому надо знать, что твой соперник так же стоит переживать. Слушай, вот хочу спросить, что это было, потому что еще это долго обсуждали в чате, и как потом с этим бороться, если что. Ну, ты наверняка помнишь, Шантун, 18-й год, финал. Ну, это не так уж. И красная кучка в черном. Вот что, расскажи, это такая какая-то вот тайна для нас? Это да, это вообще тайна века. Она, кстати, не только для вас, она для меня до сих пор. Но у меня есть два варианта. На тот момент у меня были проблемы с левой рукой. У меня очень сильно полз хват. То есть я упиралась когда, ну, вот, грубо говоря, упиралась, да, в лук. И в момент, когда я тянула из-под кликера, у меня вот, видимо, рука так двигалась, что я даже не замечала. Вот, это один вариант. Потому что у меня была неудобная накладка на руке. Поэтому я сейчас вообще без накладки стреляю. Меня как бы, да, я 11 лет стреляла с накладкой. Вот. А луки же меняются со временем постоянно. Лук меняешь, и накладку переклеивают как бы другую, пробуют. Вот. И мне переклеили, и она, видать, не очень была удобной. У меня вот рука соскальзывала. Но я это сильно-то не понимала, думала, да ладно, как бы нормально вроде. Вот. Либо вот эта накладка, либо меня зацеплял за нагрудник. Как-то так вот улетал. Ну, потому что даже если бы я сильно захотела туда попасть, я бы просто, ну, так кучно в черное. Даже попробовать на тренировке так стрельнуть, это невозможно вообще. Да. Ну, там, в принципе, кулачок был. Да, и проблема была. Как бы вы делитесь после этого? Вот очень тяжело. И знаете, еще было ужасно, это когда я понимала это дома, что я стреляю, у меня что-то не то, и я не могу сделать ничего вообще. Мы с тренером смотрели, да, там, разбирали что-то. Ну, просто какое-то вот, я не знаю, как вот черная полоса какая-то наступила, ужасная. И никогда не забуду то чувство, когда нужно вылетать, а я знаю то, что у меня проблемы вообще дикие просто в технике или где, или в луке. И вот именно это одна из тех ситуаций, когда я говорю, почему надо быть уверенным в себе. Ну, чтобы быть уверенным в себе, нужно, конечно же, попадать более-менее, ну, по своему уровню. То есть, например, если ты первый разрядник, да, попадай по первому разряду, да, ну, и не переживай. Если ты кандидат, хотя бы по кандидату. То есть, ну, чтобы не было такого, как я, ЗМС, да, и поехала, а стреляла даже не по кандидату, там, не по первому разряду. Соответственно, у меня уже было в голове так, что, ну, я переживала очень сильно. И приехав туда, мы начали тренироваться на запасном поле, и у меня ситуация не изменилась. Я думаю, может, мне бокс надо нажалить, и ситуация изменится по прилету в Самсунь. Нет. И там еще была такая ситуация даже. Мы вышли, получается, нам давали 15 минут стрельнуть на официальном поле, где будет проходить вот именно финал. Я выходила, у нас там два щита стояло, и выходило четыре девочки. И 15 минут на стрельбу. Честно, я отстреляла 7 минут, я стрельнула, вроде бы я успела два подхода стрельнуть. Ну, то есть, это, две серии. Я стрельнула, и у меня была такая кустотерапия, ну, вот это называется, когда по мишени разброс. Я просто говорю своему тренеру, Станислав Владимирович, уходим, я не могу, это позор какой-то. Что вообще происходит? На меня все смотрят, понять не могут, что. Я думаю, ну, сейчас уж, наверное, тогда хотя бы давайте какой-нибудь хлопок, и чтобы плечо сломалось. И все такие, ааа, вот в чем дело-то было. А такого не происходит. И я не знаю, что делать. Ну, вот так вот отстреляла. Это было ужасно. Ну, вот, конечно, у меня сильно как бы душа прямо за это не болит, потому что я это знала. То есть, для меня это не было неожиданностью. Я не знала просто, что делать. Такое вот бывает. Это ужасно. Слушай, а у нас вот в Сибири после того, как ты выиграла чемпионат мира, появился такой термин «Перова стайл». То есть, летишь там со счетом 4-0, 5-1, а потом выигрываешь. Скажи, когда ты отстаешь, тебе просто догонять? Нет, не просто. Я, может быть, когда отстаю, я больше начинаю пыхтеть, ну, как сказать, усилия делать. Потому что, ну, надо как бы, когда отстаешь, уже что-то делать. Может, меня это больше толкает как-то на большую какую-то злость или там, ну, не знаю, как-то из последних сил там, не знаю, на жилах. Вот, именно вот, именно, когда я проходила эти все спарринги до финала, я не дала себе слабины вообще ни разу. У меня просто такой был настрой, такого у меня никогда не было, и мне так хотелось выиграть. Вот я даже, не знаю, вот мне действительно, я так хотела выиграть. Мне же прямо даже зареветь хотелось, как я хотела выиграть. Как-то, ну, это что-то непередаваемое чувство какое-то было. Я до сих пор это чувство вспоминаю, думаю, как так вообще? Бывает же. Просто, а самое интересное то, что перед этим чемпионатом мира я побила все свои личные рекорды. Я очень хорошо стреляла, и действительно стреляла хорошо. Но на стартовом круге у меня произошла какая-то тоже неведомая штучка. Вот, и тоже по стартовому ужасно мало попало. Но, слава богу, потом смогла реабилитироваться и как бы свои результаты. Там у меня где-то средний балл, я смотрела, в районе 28 очков был, средний. То есть, грубо говоря, у меня самая плохая серия, мне кажется, там была 26 один раз. И, наверное, несколько раз 27. Остальные такие хорошие, добротные серии были прям. С приянкой там, я помню. Слушай, ты так же настраиваешься, у тебя вот подъем, да, хорошая форма. И тут бац, Олимпиаду перенесли. Вот Зинаида как раз Халдорова спрашивает. Вот сильно расстроилась? Я, конечно, расстроилась сильно, но, знаете, почему-то, не подумайте, что я Ванга, там, что-то. Но у меня было в душе такое чувство, что почему-то что-то, как-то не будет чего-то. Ну, вот честно. Может, это было связано именно, наверное, с допинговыми этими скандалами. Потому что, ну, уже начали же заранее, да, это нас уже там, что-то там, на нас вешать всякие ярлыки. Ну, вообще, на всю сборную, имею в виду, России. А вас коснулось как-то? А? Вас коснулось это как-то? Ну, у нас это пока не коснулось, но я знаю то, что мы подали письмо общее от всех спортсменов в России. И наши спортсмены тоже по стрельбе и звуке есть в этом. Не письмо, а иск в суд на то, что, ну, просто нормальные спортсмены, которые никогда не были уличены в допинге, да, никогда не были под подозрением, почему они должны страдать. Ну, вот это письмо есть, его написали, ну, заявление это там или как правильно, не знаю. Вот. И почему-то мне казалось, что что-то будет, ну, что-то не то. Либо будет разбирательство какие-то, а тут вообще вот коронавирус этот пошел. И я, конечно, ужасно расстроилась. У меня были такие уже, ну, планы, как мысли, да, что вот сейчас последний рывок Олимпиады, да, на нее надо попасть еще, у нас же надо попасть. То, что мы завоевали квоту, не дает нам права на участие. То есть нужно хорошо стрелять, чтобы войти в эту Олимпийскую сборную. Кого-то это просто место. Да. И вот я уезжаю из дома, когда мы в феврале уехали, 22 февраля мы уехали из дома, и я думала, что я приеду только после Олимпиады. Я была так настроена, что прямо, ну, до последнего прямо. И тут так хоп, и все. И чувства, конечно, были смешанные. Честно скажу, поплакала, поревела, подумала, почему именно вот именно так все происходит. Пожалела, но подумала потом, ну, а что теперь делать? И знаю много спортсменов, которые тоже там, не буду называть точную дату, боюсь ошибиться, что два раза переносили Олимпиаду тоже. Тоже так же, ну, было у спортсменов. Вот Владимир Николаевич нам рассказывал тоже историю, как вот это, они не попали на Олимпиаду. Ну, с этим ничего не поделаешь. Конечно, грустно, расстроенность очень большая. Понимаю то, что мне уже немало лет, мои биологические часы уже не на меня работают. Поэтому, как бы, с годами я старею. И вот этот год еще ждать. Надо сохранить эту всю форму, надо как-то что-то вот это сделать. И получится. Да, и самое главное, настрой, видите, был очень сильный настрой. Был прямо боевой настрой. Сейчас надо как-то после этой всей вот коронавирусной штучки, надо будет как-то свою волю опять собрать. Да, конечно, тяжело будет собрать, но надо. Ну, а что делать? А, Ксюша, давай еще поотвечаем на вопросы. Спрашивают, какое натяжение лука? И как понять, какое натяжение тебе подходит? Ну, честно сказать, у меня небольшое натяжение лука, у меня 17500. Натяжение. В среднем у нас по сборной у девочек где-то, ну, в районе 18, вот так вот. Ну, это среднее. У кого-то есть побольше, у кого-то поменьше, то есть, ну, так. Почему у меня не такой тяжелый лук? Потому что я уже не такая молодая. Ну, то есть у меня болели одно время очень сильно плечи мои. Не на луке плечи, мои плечи болели. Вот как-то ослабили лук, там прошло лечение. И вот стреляю так. И хочу увеличить немножечко, начать постепенно. Ну, вот у меня было 17300, а сейчас у меня 17500, там ближе к 600. То есть думаю, ну, может быть, ну, я готова увеличить не больше, чем до 18 килограмм. А как понять, тяжело тебе или нет? Ну, понять так, что ты, если растягиваешь лук, например, твой 120-й выстрел, если проходит уже в трясущемся состоянии, то есть когда у тебя начинается тремор, да, ну, потрясывает, или ты не можешь вытянуть из-под кликера, конечно, тебе тяжелый лук. Ты с ним не справляешься, значит. То, что говорят, что стрела, да, летит быстрее с тяжелым луком, то, что ветер лучше, это да, это есть. Но нужно с ним, с этим тяжелым луком справляться. Если ты не справляешься, смысла нет делать себе тяжелый лук. Ты просто не сможешь справиться с ним. И, соответственно, вдруг попадешь еще хуже. Спасибо. У нас остается 10 минут. Так быстро... Ой, как быстро время пролетело. Да. Еще София спрашивает, какие упражнения подходят перед соревнованиями, и как часто нужно тренироваться в неделю? Так, вот перед соревнованиями у нас обычно идет спад в плане ОФПшных нагрузок. То есть общая физическая подготовка. У нас остается легкий бег, и все. Тренажерные залы, там, какие-то, ну, с утяжелением что-то, все как бы сразу прекращается. Потому что перед соревнованиями у нас очень тонкая работа мышц идет. То есть, ну, да, мы настрел делаем, и уже вот не надо нарушать это все дело. А упражнения... Что там еще? Какой был первый? Какие упражнения перед соревнованиями? Упражнения перед соревнованиями? Как часто тренироваться? Ну, я думаю, прям конкретные упражнения не стоит прям расписывать. Ну, вот про... Ну, с резиночкой очень хорошее упражнение. То есть, ну, когда это уже перед соревнованием с резинкой. Очень хорошо. Ну, не делаешь себе там совсем, что растянуть не можешь. Ну, всякие такие там растягивания резинки всякое. Из-за головы там, ну, всякое такое. И устрелов, соответственно, тренировок в неделю нужно делать, если ты хочешь хорошо стрелять, выполнить нормативы, там, кандидат, мастер спорта. Конечно, почти каждый день, кроме одного дня в неделю. То есть, у нас тренируется сборная, у нас на пятый день выходной. То есть, четыре дня тренируемся, пятый день... А, подождите, у нас на шестой день выходной. На шестой день выходной. Четыре полных дня тренировок, потом на пятый день одна тренировка, сауна, восстановительные мероприятия и на следующий день выходной. А когда я нахожусь дома, я один раз в неделю отдыхаю, потому что у нас стрелковый тир в субботу не работает, я в субботу отдыхаю, а все остальное время тренируюсь, каждый день. Спасибо. Вот еще есть интересный вопрос, какое самое любимое упражнение психологическое, чтобы успокоиться? Ты говорила, что ты поешь песни, а может быть что-то еще? И вообще надо ли себя успокаивать? Может быть дать расслабиться? Вот знаете, мне кажется, смотря как вот если совсем сильно трясет, напал мандраж, то конечно надо успокаиваться. Ну знаете, бывают люди там чуть ли уже не в обморок падают, там стоят все белые уже. Тут конечно да, надо что-то может на шатыря понюхать, не знаю, но у меня такого не было. А именно чтобы расслабиться, мне кстати вот наоборот, если я сильно расслаблюсь, я становлюсь такая, выиграйте меня, ладно. Мне наоборот надо, чтобы был этот азарт. Кстати говоря, вот тоже хотелось бы это услышать, ответ на этот вопрос. Какие возникают чувства, когда ждешь награждения олимпийской дали? Передай нам это ощущение. Чувство то, что сейчас мне повесят медаль, и это все закончилось, как бы вот это вообще. Ну вот это действительно, это такая нагрузка психологическая на организм, на тело, на все вообще, на голову. И просто ты вот, когда эту медаль вот тебе повешали, у тебя такое счастье, такая радость. И, конечно, ты думаешь, что вот прошло, ну, конечно же, думаешь, что вот когда на второе место, да, мы заняли, было бы, конечно, первое. Ну, ты счастлив и второму. И потом думаешь, ну все, можно выдохнуть, потому что это настолько тяжело, что вообще ужасно. Вот, там я видела, писали, какая фирма Стрел у меня, фирма Стрел у меня есть. Их здесь эти 650-е. Спасибо. Совсем мало остается у нас времени, 6 минуток. Давай еще один вопрос. Я видела по поводу... Можно ли пригласить вас к нам в город для популяризации Стрелбы из Лука, Березовский? Где-то рядом, Стреловская область. В Стреловскую область? Да. Конечно, можно, только после коронавируса. Просто после коронавируса возникнет другая, как бы, другая проблема. Потом у меня сборы начинаются, и у меня дома практически нет. Вот это очень сложно выловить будет. А так, конечно, с удовольствием, тем более в Стреловской области. С удовольствием. Спасибо, Ксюша. Слушай, а сколько лет твоей дочери? В Казарский край тоже поедем, да. Только когда будет время. Ксюша, твоей дочери сколько сейчас? Пять лет недавно исполнился. Первый юбилеечек у нее был. И уже стреляет? Ну, стреляет с присоской из Лука. Ну, да, она старается. А вот давай представим. Вот доча приходит к тебе и говорит, мам, а как стать чемпионкой? Вот как ты ответишь? Я скажу, доча. Надо ходить каждый день в секцию на протяжении многих-многих лет. Никогда не лениться. Ходить, 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 ходить. Меня очень, как сказать-то, обижают те люди, которые говорят, а что там такого вот в стрельбе из Лука именно, да? Ну, как что такого? Почему? Вот ты, кто говоришь это, иди просто попробуй, постреляй. Вот я, например, с 11 лет хожу, да, в секцию. Каждый день почти, с 11 лет. То есть у меня перерывов не было. Это уже 20 лет я в секцию хожу. То есть я с 11 лет ходила в секцию каждый день, когда дети гуляли на улице, играли, да, после школы там портфелями махались. Ну, там, на портфеле с горки катились. Я шла на тренировку. То есть это очень большой вклад. Какой бы ни был вид спорта, но это все время, это все, как бы, энергия. Понятно, да, что у нас не лошадиный вид спорта, да, там, грубо говоря, как это, лыжи там вот такие вот, ну, выносливые виды спорта. Но у нас по-своему сложно, по психологии, по всему другому. Это же надо вынести столько времени, простоять М1, раньше в один день стреляли. Там вообще же кошмар, что. А если еще снег пойдет? А на сколько важно присутствие твоего личного тренера на ответственных стартах? Ой, мой личный тренер, это мой талисман. Он, конечно, это, он мне уже, он как отец мне второй. Папа у меня есть, конечно, он как второй отец. Представляете, я его 20 лет знаю, меня с 11 лет видит каждый день почти. Вот, ну, это, я просто, когда поворачиваюсь, я вижу своего родного человека, то есть это, это дорогого стоит. Это очень помогает. Спасибо, Ксюша. Друзья, ну, заканчивается наше время. Очень здорово, что мы нашли время собраться, вот так вот по душам поговорить. У меня к вам есть такая просьба, что ли, посыл. Вот сейчас мы тут все вместе, видим друг друга. И в это время очень важно видеть поддержку какую-то. Давайте напишем пару слов в чат, вот друг другу, просто пару слов поддержки. Другу, Ксении, чтобы мы понимали, что жизнь продолжается, коронавирус закончится, а стрельба из лука будет вечной. И мы все соберемся, объединимся и крикнем, давайте на каком-нибудь там чемпионате России, когда, не знаю, он будет проходить или кубки. Нет, коронавирус, он нас не сломает. Он уже как-нибудь, да, флешмоб. Да, спасибо, Ксюша, было очень здорово тебя услышать, увидеть. Ты прям заряжаешь энергией. И мне кажется, сейчас все, кто здесь присутствовали, они понимают, что они тоже могут, работая в этом направлении, тоже подвластны и победы, и медали. Даже у меня слеза чуть не высохнула. Печально, конечно, что мы не можем увидеться, вот буквально вот-вот бы сейчас уже у нас был, а ты уже прошел чемпионат, кубок, все бы мы, конечно. Ну, все у нас впереди, и все у каждого впереди. Спасибо тебе. На этом мы будем заканчивать. Ребят, пишите еще чуть-чуть в чат. Я вам очень признательна за то, что вы на это откликнулись. Ребята со сборной, я тоже приглашаю принимать участие в таких вещах. Ксюша, тебе удачи, побед. Да, спасибо всем. Спасибо всем большое. Берегите себя, своих близких, здоровья всем. И терпение нам. Но я думаю, то, что нас не сломает ничто просто вообще. Цель не меняется. Да. Спасибо, ребят. Всем до новых встреч. Все, до свидания всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!